Канал Таёжная обитель приветствует вас. Сегодня я снова предоставляю вашему вниманию Ирину Лелекову. И она расскажет про мокрое валяние. Она сама мастер в этом деле. И вот у нас ещё есть один мастер. Татьяна Смолина. Да, ну вот Ира представит. Давай, Ира. Ну вот Татьяна представила, видите, на нашу выставку вот такие вот шикарные вещи просто. Вот смотрите, берет. Очень тёплый, очень красивый, такой интересный. Видите, какой пушистый. Тут тоже это мокрое валяние, но использованы такие дополнительные материалы. За счёт этого он так вот отличается. Вот у неё вот шарф. Вот видите, такой осенний, красивый, очень лёгкий. Здесь шёлк и очень тонкая шерсть. Очень тонкая шерсть хорошего качества. И ещё использованы для декорирования вот это, видите, нитки. Ну, пряжа такая вот, красивая пряжа. Видите, как подобраны цвета. Очень правильно подобраны цвета. То есть, ну, и тут и красиво, и качественно, и легко, и тепло. Ну, замечательные, конечно, вещи. Ну, и пальто. Это вот пальто, она сама, это она его сама носит. Она его недавно сваляла. Видите, тоже оно какое лёгкое и тёплое. И вот, ну, эти вещи, чем они хороши? Тем, что они всегда в единственном экземпляре. То есть, повторить вот это уже невозможно. Даже если этот же самый мастер и будет всё то же самое делать, то всё равно уже так... Получится по-другому. Да. Ну, вот Таня у нас, конечно, она, ну, очень серьёзно этим занимается. Она много... И рукавицы, и перчатки, и тапочки, и валеночки, и обувь себе уже валяют. То есть, у неё очень много уже всякой... Всё это у неё носится, всё это, ну, то есть, всё это в деле. Ну, не только это для выставки. То есть, это всё такое. Вот у нас ещё один мастер. Она недавно начала заниматься. Это Сивкова Зоя. Вот. Первым её... Первое знакомство с шерстью состоялось у меня на мастер-классе, где мы учились валять берет. После этого она загорелась. Она у нас тоже такой человек творческий. Творческий она много... Работает в разных-разных техниках. И вот она научилась самостоятельно. Это после берета сделала? Да. Это она после берета пришла, и она ещё тапочек там наваляла, не только рукавичек. Это, ну, представлены просто на выставке две пары, а так она уже и носит, и сама свои рукавички, и тапочки. А вот цвета разные, как она их... А цвета разные, это шерсть разного цвета. А-а-а. Шерсть продаётся разного цвета. Это просто способ раскладки, то есть она сделает, видите, плавный переход. Берет, я видел, как, да. Вот. И рукавички тоже. Здесь другой немножко шаблон, это тоже. Понятно. Здесь также вот есть тут у нас ещё шапочка. Тоже она носится. Она тоже не для выставки, она такая... Здесь тоже использован шёлк, тонкая шерсть. И вот волокна, шёлка, ну и камушки для украшения. Тоже шапка такая очень тёплая, лёгкая, зимняя. Ну, шерсть, понятно. То есть всю зиму в ней можно ходить, и всю зиму в ней тепло. А вот на тебе жилетка? А вот на мне жилетка, это, знаете, использование брака, потому что я очень давно занимаюсь валянием. Использование брака? Да, у меня было, накопилось много брака. Я валяла своему коту домик, он получился маловатый. Мы его отложили в коробочку. Потом вот это вот был снуд, должен быть снуд. Вот снуд свалял, а там получились какие-то дырочки, и он не очень эластичный, ну не такая была... В общем, я ошиблась с раскладкой. Вот он тоже лежал. Вот эта картина, вот эти кусочки где с цветами, вот тут и вот тут, да, это была картина из шерсти. Я её просто доваляла. Вот, вот это тоже, это была косметичка такая, небольшая сумочка. Нет, остатки остаются. Нет, она просто лежала, и я её никуда не носила, как-то она, ну никуда мне, думаю, что она будет лежать. Тем более тут цветовая гамма такая. А ну-ка, Ира, спиной поверните, посмотрите. А здесь немножко другие квадратики. А, замечательно. Здесь угольнички, вот, а здесь вот такие вот квадратики. Здесь вот, ну на фелт использована техника, это валяние с тканью. Видите, какая она другая, не такая, как это... Валяние с чем? С тканью. Это шифон. Вот здесь шифон и шерсть. Видите, с этой стороны шерсть, с этой стороны шифон получается. Здесь, здесь... Да, здесь... Я её не стала... Я её изначально хотела сделать на подкладе. Даже купила уже ткань на подклад. Но потом, когда уже сшила, и примерила, и поняла, что мне в ней и так будет жарко. Но шерсть, когда к телу ближе, она теплее греет. Да, и она уже очень тёплая. Она плотная, прочная. Её можно стирать. Она, это самонасширала здесь, на машинке, швом зигзак, а края обвязаны крючком. А, понятно. Вот. А здесь просто на машинке я их шила, как обычный пэтчворк. Потому что пэтчворком я тоже иногда занимаюсь по настроению. Поэтому вот получилась вот такая вот вещь. Очень тёплая, очень красивая. Ну, понятно. Ну, большое спасибо. Я думаю, как женщинам будет интересно, кто-то возьмёт с этого примера и начнёт тоже заниматься. То есть здесь у нас не домико, пусть обращаются, научим, поможем, подскажем. Да. Так что... Канал Таёжный обитель прощается с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. До новых встреч.